И сказал Господь Маше, объяви священникам, становяя Маарона и скажи им, да не оскверняй себя прикосновением к умершему из народа своего. Только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, к сыну своему, к дочери своей, к брату своему и к сестре своей, девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезанное тело свое. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчистить имени Бога своего, ибо они приносят жертву Господу хлеб Богу своему и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Господу Богу своему. Свети его, ибо он принесет хлеб Господу Богу своему. Забудет он у тебя свят, ибо свят ян Господь освящающий вас. Если дочь священника освященит тебя блудом, то она бесчестит отца своего. Агнём должна жечь её. Я сейчас поговорю об этой неделе, в основном первой стихе, и немного объясню то, что там написано. Мы читаем эти стихи, и видим, что здесь, в первую очередь, говорится о святости, о том, как нужно защищаться и быть цветами. Если мы смотрим на священников, то мы говорим, что они всегда должны быть чистыми, очищены. Они служат в храме, и поэтому они должны быть намного более чистыми, очищены, чем весь остальной народ. И в чем выражается нечистость или грех? Это может быть в общении, в отношениях, в отношениях, в отношениях, всякие такие, что вы делаете в день, день, день. Это могут быть неправильные слова, разговоры о ком-то, это могут быть неправильные мысли, какие-то вещи, которые могут проследить с нами ежедневно. В том числе, в каком-то, что они должны быть святы и чисты. Они все время должны следить за этим, и не склоняться. Есть у них как такой обычай, который, в первую очередь, произвели первую священницу. Что первый священник, он вообще не может следовать вот даже этим обычаям, связанным с сумершими, близкими родственниками его. В отличие от этого, вся страна его семья, и все остальные священники, они могут исполнять этот заповедь. Это показывает, насколько первая священник должен быть действительно свят перед Богом. Мы можем видеть, что были такие случаи, когда, если кто-то умирал у первая священника, мы просто не давали выходить из Бит Макдаш. Да, не только если они были мертвы, но и в округе, он не может следовать. А, окей. И так же просто, в общем, он остался там, он все время находился в храме, он все время служил Богом. Он не давал ему просто выходить в что-то внешне. Да, потому что он не хотел, чтобы он уехал в храме, что он уехал в Бит Макдаш. Не хотел ли, чтобы он уехал в каких-либо грехах, которые находятся вне храма? Есть еще один важный пример, что я говорю на Коанин. И есть еще одно повеление важное, которое было священникам. Это леносоют лебет Олах. Это жениться только на девственнице. Не на ломанах, не на герушах. Не на разведенной, и не на... Не на вдобре, да? Потому что он помазан маслом помазанием. Он человек, который самый близкий. Были случаи, когда священник, он был больным или раненым. То есть они не уехал, потому что они не уехали, потому что они не уехали, потому что в этих случаях они предпочитали не служить Богу. Они чувствовали, что через эти раны или болезни они как бы были исключены. И так же священники, которые загрязнились каким-либо грехом, который был вне храма. Они уехали вне храма, чтобы они уехали вне храма, чтобы служить Богу или все-таки оставаться вне. И с другой стороны, люди, которые не очищали себя, которые были ритуально нечисты, которые не были святы, они просто не могли есть от тех жертв, которые принесли к вам. Это напоминает нам вечерю Господню. Что когда ты... Если вы вне храма, если вы вне храма, то если вы не чувствуете, что ты нечист, или что он готов к вам, то не принимайте это. Перед вечерей Господней, перед причастием, он напоминает о том, чтобы мы посмотрели в свои сердца, проверили, насколько они чисты. Если они не чисты, то чтобы мы пошли, покаялись, очистили их. Что без этого мы как бы не сможем ее принять. Без святости мы просто не можем приблизиться к Богу и установить им святости. И с другой стороны, если мы будем святы, то Бог будет жить среди нас, и Он будет нас освящать. Как я вам сказал, И так написано, Не проклинайте имени святого, и освящайтесь в среде народа моего Израиля. Я Господь освящающий вас. Мы, в общем-то, священники, как написано в «Конфессане». И чтобы следить за... чтобы у нас была связь с Богом, чтобы ничего этому не мешало, мы должны следить за своей чистотой. Как я уже говорил ранее, Нечистота может прийти к нам с разных сторон, чтобы дать разные случаи. Это может быть и мысли, это может быть слова, это может быть действия, и другие действия. Сегодня у нас есть условия, у нас нет храма, и мы не должны все время проводить в общине и здесь служить. У нас есть свои жизни, работа, и так далее, где мы должны зарабатывать деньги и просто жить. И поэтому вероятность того, что мы будем такие же святые, как были в свое время священники, что не следили за каждой небольшой вещью, она низка, на самом деле. Но в любом случае, мы можем, через его жертву, быть чистыми и святыми, потому что мы можем служить Богу. Мы можем, через его жертву, быть чистыми и святыми, для того, чтобы служить Бог. И мы сможем служить любым способом и тем, чтобы Господь вкладывает в наши сердца то, как Он хочет, чтобы мы видели, чтобы мы служили. Возможно, как говорили, в Коринфянам 4.9. Он написал на пирам, в Коринфянам 4.9. «Анни мудел לאלוהи, בכל עת בעבורכם, על חסד דולאים שנתן לכם במשיח ישוע, כי בוא נעשה אתם השירים בכל, בכל אמר ובכל דעת. ועדות המשיח קיבלת את התקף בקירכם. Бאופן שאינכם חסרים שום מתנה רוחנית בציפיתכם להתגלות, אדוננו ישוע המשיח, אשר גם יחזק אתכם, עד קץ למען, תהיו נקיים בכל אשמה, ביום אדוננו ישוע המשיח. נאמנו האלוהים, אשר קרא אתכם, לחברת מנו ישוע המשיח, אדון אלו. יחזק אלו. ת murdered. תüpונים Всё papa. אר worth, 좋은 כאין לס incarcer הזה. 1-й, 2-й, 4-й, 9-й. Непрестанно благодарю Бога моего за вас, ради благодати Божьей, дарованной вам Мессии Ишо. Потому что вы в нем обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Ибо свидетельство Мессии утвердилось в вас. Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Ишо Мессии, который утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в день Господа нашего Ишо Мессии. верен Бог, которым вы призваны в общение Сына Его Ишо Мессии, Господа нашего. Как здесь написано, есть некто над нами, Господь, который следит за нами и который помогает нам быть чистыми и через это поддержит связь с ним и служит ему. Все? Все? – Играет музыка. – АПЛОДИСМЕНТЫ. – АПЛОДИСМЕНТЫ. АПЛОДИСМЕНТЫ. АПЛОДИСМЕНТЫ.